Мы сейчас находимся на въезде Углегорска Сейчас вместе с ополченцами выдвигаемся в центр города Основная задача проверить, осталось ли местное население Мы сейчас залазим на броню Давай За что взяться? Давай, давай, вот, за антенну бери Километр за километром объезжаем город-призрак Полуразрушенные дома, выбитые стекла, воронки от снарядов Но с приходом сюда солдат армии ДНР люди стали выходить Людям не страшно, вот можно увидеть одиноких прохожих Они не выходили, когда здесь были бои Они не выходили, когда здесь были ВСУ Вот, они вышли только сейчас Вышли, чтобы хоть где-то достать еду В городе ни одного работающего магазина Да что там магазина, вообще ничего работающего Так что людям приходится ходить по домам Местное население, потому что голодные все Ищут по квартирам что-нибудь поесть, по погребам там Вот так называемый район Девятка Центр столкновения ополченцев и нацгвардейцев Называется, потому что девятиэтажные дома И называется квартал Девятка Это основной узел сопротивления был Понятно, а сейчас здесь что находится? Все, здесь никого, мирное население и мы Дальше пешком, нас предупреждают Нужно быть аккуратными, в городе еще могут работать диверсионные группы Ополчение с позывным «Железный» сейчас идет впереди Осматривают дома, которые оставляли местные жители Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, разрушенные здания Город разрушен очень-очень сильно Жить здесь невозможно И второе, это тишина В городе, можно сказать, зловещая, мертвая тишина Слышно даже каждый шаг Только что ополченцы нашли бабушку Даже непонятно, как она вообще смогла выждить в таких условиях здесь Как вы здесь живете? Вы сейчас? Не, она некуда Некуда? Некуда А как же жить здесь? А как? На вымирании Бабулька все ее забрало больную Она там жила, по дружбе, там бомбили И, собственно, я забрала Водичка пока есть, но газа и света нет На кастрючке? На какой-то Немал вообще ничего Тем временем мы начинаем выезжать из города В детском садике был их штаб А почему они выбирают такие здания? Ну, инфраструктуры, как школа, детские здания Пытаются, чтобы, мол, при штурме мы будем меньше использовать тяжелого вооружения Чтобы не повредить эти здания Поэтому и стараются занять такие позиции Чтобы мы меньше по ним стреляли Но мы и так стараемся, чтобы эти помещения сохранить Сохранить ополченцы хотели и эту церковь Разведгруппа, которая выдвинулась за сутки вперед Заняла оборону, не дала возможность Насгвардейцам взорвать ее Снаряды летели вокруг церкви, но так и не попали в нее Это, можно сказать, чудо Тем временем оставшиеся жители пытаются уехать из города Точнее, уйти А далеко вообще до пункта тяжелось? А до пункта? Да ну, еще, может, полкилометра, километра где-то Полкилометра, да? Ну да, потихоньку Все вот так вот пушком пушком собираются? Ну, а что, машина все уже накрылась Куда? Кто у кого был, можно выехали У кого накрылась, а тут, значит, своими двумя Вы тут нас охраняете Да, 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 охраняем Дай вам здоровья, успеху, успеху, успеху И чтобы были все живенькие, здоровенькие Побачили своих деток и дружин И нас защитить Спасибо вам, здоровья, здоровья, здоровья Объезд города Углеборска завершен Оболченцы возвращаются обратно на исходную позицию Собственно, вот каждый день происходят подобные патрули Углеборска завершена Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...